Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 205. Какое число получится, чётное или нечётное, если умножать нечётные числа? Приведи несколько примеров, подтверждающих твоё предположение. Итак, речь идёт о том, что мы перемножаем два числа, вот мы их обозначим буквами А и В, и получаем какое-то число С. Так вот, если А и В, оба эти числа нечётные, то каким будет произведение С? Чётным или нечётным? В прошлом, в 204-м задании, речь шла о произведении чётных чисел. И там мы пришли к выводу, что произведение чётных чисел даёт нам чётное число. А вот здесь давайте мы выскажем такое предположение о том, что произведение двух нечётных чисел даёт нам нечётное число. И мы это предположение проверим на практике. Вот мы возьмём два нечётных числа. Ну, во-первых, мы помним, что нечётные – это числа, которые делятся на 2 с остатком, равным 1. Вот такие числа 3 и 7 – два нечётных числа. Если мы их перемножим, получим число 21. И 21 – число нечётное, потому что 21 делится на 2, получается 10, и остаток – одна единица. Число нечётное. Наше предположение верное. Ещё потренируемся. Ну, например, 5 умножаем на 11. И 5 и 11 – это числа нечётные. Умножаем. Ну, давайте, чтобы множить, мы вообще поменяем, мысленно поменяем их местами. Это мы сделать можем. Не меняется произведение, если поменять местами множители. 11 на 5. То есть 1 десяток на 5 – это 5 десятков. 1 единица на 5 – это 5 единиц. Значит, получается число, состоящее из 5 десятков, 5 единиц – 55. 55 – число нечётное, потому что при делении на 2 вы можете отдельно на черновике разделить число 55 на 2, получится 27 и 1 единица в остатке. То есть число 55 – это число нечётное. Но ещё давайте умножим число 9 на число 7. Тоже 2 нечётных числа. Как известно, это будет 63, а 63 – число нечётное, потому что при делении на 2, проверьте на черновике, получается 31 и 1 единица в остатке. То есть тоже число нечётное. Это говорит о том, что наше предположение верное. Давайте мы его запишем. Итак, ответ. При умножении нечётных чисел получается нечётное число. На этом всё. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!